От их работы искры летят в буквальном смысле слова. Электрогазосварщики Московского коксогазового завода выясняют, кто более умело управляется со своим инструментом. Конкурсы лучшей по профессии проводятся на предприятии уже четвертый год подряд. Обычно проводим ко дню Металлурга. Ну и в этом году у нас юбилей, 20 лет Мечилу. Все мероприятия в этом году приурочены именно к этой дате. Соревнования проходили в несколько этапов. В первом испытании конкурсантам нужно было ответить на 14 вопросов по теоретической части. Во втором продемонстрировать свои профессиональные навыки при сварке трубы в неподвижном положении и показать свое мастерство управления газорезчиком. Не обошлось и без творческого задания. Каждый участник должен был придумать, а потом изобразить на фрагменте металлического листа символ к дню рождения завода. Жюри, специалисты, которые, ну, я как начальник цеха, директор департамента ремонтов в СССР, ну и мастера именно участка по монтажу и сварке. Как бы мы оцениваем все критерии. Константин Федотов уже 6 лет работает в цехе водоснабжения, занимается демонтажом труб. Не пропускал ни одного конкурса лучшей по профессии. В одном соревновании даже стал победителем. На самом деле все сложное. Там, допустим, снятие фаски двухсторонней, то есть V-образной. Потом это все будет завариваться, проверяется качество шва. Также труба варится под 45 градусов, неповоротный стык. В этом году это уже третий конкурс профессионального мастерства. Также на заводе проводились соревнования среди электромонтеров и слесарей-ремонтников. В ближайшее время в состязании поучаствуют и лаборанты химического анализа. Мы всегда гордились нашими работниками и поэтому всегда принимаем активное участие в конкурсах профессионального мастерства. Это, во-первых, и дань профессии, и еще и привлечение на рабочие места работников. Потому что на самом деле сейчас очень остро стоит вопрос дефицита кадров практически на всех наших предприятиях. Конкурсная комиссия отметила, что все участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Ну а победителем соревнований электрогазосварщиков уже во второй раз стал Константин Федотов. Независимо от результатов, все мастера получили подарки. А призеры – денежные премии. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.